Здравствуйте! Это программа «Здоровье для всех» и сегодня мы расскажем о дне специалиста, который по субботам организует областной центр медицинской профилактики, а также поговорим о диспансеризации, для чего она нужна, какие обследования включает и как ее пройти. В Оренбургском областном центре медицинской профилактики состоялся День специалиста, который традиционно проводится в третью субботу каждого месяца. Ведущие медики Оренбуржья встречаются с населением и отвечают на вопросы о здоровье. На этот раз гостью мероприятия стала главный врач медицинского центра косметологии номер один Наталья Колесова. Речь зашла о проблемах кожи, родинках, новообразованиях, различных вирусных и грибковых заболеваниях. Кожные заболевания, косметологические недостатки, они тесно связаны со всеми внутренними органами. И все это отражается на лице, внешне на коже. Если заболевание почек, лицо там серым оттенком становится. Заболевание легких – синюшным оттенком. Если заболевание печени, то желтушное. То есть все, что происходит внутри, это отражается на лице. Наталья Колесова рассказала о том, как правильно ухаживать за кожей, при каких симптомах нужно немедленно обращаться к врачу, представила возможности своего медицинского центра. Слушатели задавали вопросы о пользе и вреде солнечного загара, а также солярия. Можно ли помочь при облысении, как избавиться от рубцов и какие лекарства применять при угревой сыпи. Общение получилось интересным и полезным для каждого. Мы с удовольствием пришли. Очень интересная программа. Очень много нового узнали. Очень много нового и необходимого, что должен знать любой человек. После лекции и ответов на вопросы Наталья Колесова провела индивидуальное консультирование. С помощью дерматоскопа желающие смогли проверить, не опасны ли их родинки и получить рекомендации от ведущего специалиста. Поликлиника Орской 3-й городской больницы обслуживает более 40 тысяч жителей. Начиная с 2013 года медучреждение активно занимается диспансеризацией взрослого населения. В проекте задействованы все и участковые врачи, и узкие специалисты, и страховые компании. Координирует всю работу по проведению профилактических осмотров специально созданное отделение медицинской профилактики. Вызывают они пациентов звонками, что врачи-терапевты, что медсестры ходят на дом, вызывают направление. Даже доходят до того, что в почтовый ящик побросаем мы направление на диспансеризацию, и там же указываем о необходимости пройти диспансеризацию, потому что очень многие люди в нашей медсанчасти уже знают, что есть отделение, и, знаете, они, конечно, сами идут. Плюс у нас каждый пациент, который записывается через регистратуру на прием или записывается через электронную запись на прием к терапевту или к узкому специалисту, уже регистратура обрабатывает все записи, и на каждый талон крепит, что нужно пациенту пройти. На первом этаже в поликлинике постоянно находится дежурный администратор, который решает все возникающие вопросы и, минуя регистратуру, направляет пришедшего на диспансеризацию в отделение медпрофилактики. Помогает сориентироваться в здании и навигации. Очередей у нас практически не бывает. Каждый человек, который приходит, его встречают, объясняют маршрут диспансеризации, что ему необходимо пройти. Кабинет учета данных – это первое, с чего начинается диспансеризация. Здесь специалисты вносят персональные сведения в компьютер. Администратор заполняет полностью пакет документов, необходимых для прохождения диспансеризации, и учет гражданина, который пришел. Кабинет анамнистических данных. Здесь проводится анкетирование. Простые вопросы помогают медикам выяснить факторы риска и заподозрить наличие хронических заболеваний. Здесь же измеряют рост, вес, окружность талии, рассчитывают индекс массы тела, определяют уровень артериального давления. Далее специалист дает направление на лабораторные и инструментальные обследования. Для каждого возраста свой набор обязательных анализов. В его перечне – измерение внутриглазного давления, запись электрокардиограммы, определение уровня холестерина и глюкозы крови. Все это в Орской поликлинике проводится в отдельном кабинете функциональной диагностики, которая обслуживает только тех, кто пришел на диспансеризацию. Также в программе флюорография. Этот диагностический метод показан всем. Акцент сделан и на онконастороженность. Поэтому мужчины после 40 лет сдают анализ на ПСА. Женщины посещают гинеколога с взятием мазка на цитологию и проходят маммографию. Тем, кому исполнилось 49 лет, определяют маркеры на онкопатологию кишечника. После прохождения всех обследований направляют на прием к участковому терапевту. Смотрятся его, конечно же, анализы, осмотр терапевта. Терапевт объясняет ему, проводит краткое консультирование. Если при необходимости назначают какое-то лечение и направляют уже или на углубленное обследование, там дополнительное, которое уходит во второй этап диспансеризации, или на углубленное консультирование в отделении медицинской профилактики. В Орской поликлинике процесс организован так, что обследование можно пройти всего за два дня. Все результаты обязательно сохраняют в электронном виде в региональной медицинской информационной системе. Это 100% от запланированного количества. Из них 2775 были направлены на второй этап диспансеризации. У 740 были впервые выявлены болезни системы кровообращения. У 37 – онкозаболевания. Причем большая часть на первой и второй стадии, когда вовремя назначенное лечение принесет максимально положительный эффект. На сегодня это все. Смотрите нас 19 мая в 15 часов 40 минут на телеканале «Россия-24». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин